Смотрите, лежит. Разлёгся. Массаж ждёшь, что ли? Так вот тебе. Всем хай! С вами Юджин, и мы сегодня продолжаем с вами гамать в Resident Evil 3. Начинаем игру. Смотрим на карту. Третье осталось предохранитель найти. Может быть, вот сюда надо идти? Мы вообще ходили уже в ту сторону. Но я ещё раз посмотрю. Мы оттуда забрали предохранитель. Значит, надо дойти где-то ещё один. Вот в чём вопрос. Я где-то его пропустил, кажется. Может быть, в той стороне. Я же сначала в дверь забежал. Зомби тут на меня напали. А потом я ей позабыл. Точняк! Мы же вот отсюда по лестнице забрались. А вот сюда мы ещё не ходили с вами. Вроде бы. Ладно, пойдёмте смотреть. Как заставить вот эту платформу подняться наверх? Хм, мы даже можем вот сюда пройти. Ну-ка, может, поднимемся всё-таки ещё раз? Ммм, ну конечно. Идём сюда. Вот. Прогресс есть. Странно, что все платформы с пультом управления на них же установлены. А вот это почему-то внешне. Кто это проектировал? Очень удобно. Порох. Как это у нас место? Нифига нет места. Придётся порох выкинуть потом. Вон. Опа. Мне не нравится это. О, мать. Чёрт. Порох, прости. Выбросить. Да. Берись. Взял? Молодец. Мать! Что это за га... А, нет! О, меня зуби спасла. Так, грандомёк! Нет, всё, меня сейчас отымеют. Я не был к этому готов. Просто не был. Давай, кладись, кладись, кладись. Валим. Успеть, успеть сэкономить. Хочу сэкономить срочно. Давай, открой свою пасть вонючую. Наверх! Нет! Нормально. Выручил себя. Спасся. Три предохранителя. Они все у меня. Вот это да. Ого! Ой-ой-ой. Блин, они все втроём такие стали. Давайте стреляем в пах. Дерьмо. А? Да что бы тебя. Хо-хо-хо-хо. Ой, как он неприятно это сделал. Как там у меня со здоровьем? Нормуль. По попке, по попке получил. Чё не встали? Ладно, я думаю, нет смысла. Вот часто нет смысла с ними сражаться. Использовать. Использовать. Вали отсюда, Джилл. А, мы у Николая. Вот он как трус и клоу бежал. Он же такой крутой весь был. Черт, он сбежал. Почему бы ему не подождать меня и просто не убить? Зачем он играет со мной? Если разве что он... Что он здесь сделал? Разве что он не хочет меня превратить во что-то. Неоконченный журнал. 26.09.13.00. Вошли в ПКПС. Наблюдается редкие волнения. Перехожу к заданию. 19.30. Пять офицеров полиции вступили в бой с 20 противниками. Уничтожены за 20 минут. 27.09.12 часов. Попытка попасть в университет. Стая, в том числе собаки, ушла в кампус. В 64% случаев заражения и обращения происходят через 2 часа. Выживших нет. 23 часа встречи с отрядом МВ или МБ. На расцвете попробуем в первый раз. 28.09.4.30. Увели стая к посту командования. Результат. Ночное сражение в ограниченном пространстве с крупным отрядом. Видеозапись прилагается. Можем посмотреть интересно. Восемь утра. Окончание сражения. Семь выживших. 18.00. Неизвестное биологическое оружие применено в точке Д-18. В соответствии с приказом преследую его. Судя по всему, она охотится. 20.00. Контакт с двумя бойцами из Старс. Мужчина заражен. И женщина. Биологическое оружие преследует женщину. Мужчина заражен? Карлос? Женщина Д-В. А, Джилл Вэлентайн, получается. Вступила в контакт с отрядом МВ. Маркус, я так понимаю. Судя по внешности и повадкам биологического оружия, оно относится к проекту Н. Провожу расследование. Четыре часа. Биологическое оружие замечено с обычным оружием. Судя по всему, она твердо намерена уничтожить Джилл Вэлентайн. И хорошо знает город. Можно ли его запечатлеть? Семь часов. Метаморфозы в биологическом оружии после столкновения с Д-В. Видеозапись прилагается. Д-В заражена. Реакция отрицательна. В соответствии с приказом получен образец. 030. 30 число. Прошло более 17 часов после заражения Джилл Вэлентайн вирусом. Обращение происходит медленно. Судя по всему, у нее иммунитет. КО из отряда МВ заполучил вакцину и ввел Д-В. Кажется, Д-В готова к оценке боевой эффективности. Прошло 20 часов после заражения. Биологическое оружие действительно проект Н. После столкновения с Д-В оно меняется. Эволюционирует. Спровоцирую дальнейшие столкновения, чтобы получить более подробные сведения. О-о-о. Офигеть. Николай. Или Маркус. Вот значит, где она была. Джилл, он сказал. Тайрел. Я пробился. Они готовы к переговорам. Они отменили, отменили, обидуар, обидуар, если там прямо такие охренительные. Если, если мы доставим им вакцину до запуска. Сколько у нас времени? Несколько часов, если повезет. Тогда не будем терять ни секунды. Сюда. Погодь. Я должен сейвку сделать. Ты бы тоже засеялась от Айрел. Или ты не шаришь, как это делать? Вакцина должна быть впереди. Интересно, предатель? В любой хорошей истории должен быть предатель. Им буду я. Ладно, я не предатель. Че такое? У меня оранжевенькое. Нормально. Тебе точно не нужно остановиться? Зачем останавливаться? Я тебя прикрываю. Ладно. Сделаем это. Черт меня, Дири. Тарел. Давай. Не останавливайся, мы почти на месте. Нет. Беги! Беги! Я так и знал, что его убьют. Черт. Окей, молодцом. Вот и спровоцировали, называется, да? Еще одно нападение оружия. Найдите вакцину. Все, нас продезинфицировали. Тайрел, блин. Бедняга. Контрольный в голову. Ты, я думаю, просто мертв. Можем сюда пройти? Так, давайте смотреть. У нас карты нет, к сожалению. А это что? Порох. Хочу в хранилище зайти. Мы можем порох соединить с порохом. Что ж, ребят, у нас будет мощный босс-файт с этим немезисом потом. Документик. А, погодите, правила сотрудников НЕСТ-2. Внимание, сотрудников НЕСТ-2. Этот центр исследования Ти-вируса ставит несколько иные цели по сравнению с основным НЕСТ. Здесь мы изучаем реальные проблемы, связанные с появлением нового биоружия. Например, необходимость новых вакцин против Ти-вируса и средств подавления биооружия. Некоторые стороны нашей работы сопряжены с риском, поэтому от всех сотрудников требуются строжайшие соблюдения правил. В частности, незаконное проникновение на территорию, удаление рабочих данных или материалов повлечет суровые дисциплинарные меры. Работать в величайшей исследовательской корпорации мира – большая честь. Мы и делаем революцию в науке. Помните об этом и не отступайте от инструкций. Опа, карта. Комната стерилизации, мы оттуда пришли. О, какой огромный цех. Еще, причем мы можем вниз пойти. Этаж. Ой, какой кошмар. Мы здесь надолго, друзья. Есть. Травинка. Гоу. Всего 19 патронов у пестоля. Этого мало. Это мои шаги ведь, правильно? Да, такое ощущение, как будто… О, вот это неприятный коридор, я туда пойду. Ах ты, гад! Ах ты, гад! Такой гад, а! Так, быстрый доступ. Давайте на четверочку пока поставим. Запинать, затыкать, затыкать, затыкать. Все. Чун, чун. Никак не освободиться от этих гадов. Ну никак. Все, затыкали. Кошмар. Зато есть повод использовать. О, нет. Да, я так и знал. У меня идея другая есть. Почему бы тебе не свалиться? Вот. Контрольный. Что это у него? Дневник Айзека Грейза. Мне обещали щедрую зарплату и солидные льготы. Но больше всего манила возможность поучаствовать в разработке суперсовременной медтехники. Для университетского преподавателя из захолустья это был шанс всей жизни, как выигрыш в алтерею. Так что я согласился, уговорил семью и мы переехали сюда, в Раккунт-Сити. Как говорится, где были мои глаза? Это не лаборатория, а логово монстров. Их жуткие эксперименты проводятся с одной целью. Выяснить, как самым мерзким образом убивать людей. Нужно сообщить об этом. Мир должен знать. Но каждый раз, когда я набираю в грудь воздух, я думаю о Пенни и Кейси. И вся храбрость улетучиваются. Тут в городе... Вот самое сложное. Когда у тебя есть кто-то. Когда тебя что-то держит. Ты не можешь рисковать другими людьми. Тут в городе все пляшут под дудку Амбрелла. Один парень хотел украсть данные исследований. Так его скормили одному из Бет. Скормили. Я все это видел. А у меня жена и дочь. Ради них я должен работать и молчать. Но я пишу это, чтобы вы знали. У меня есть совесть. И я усвоил урок. Давайте-ка объединим. Сапа. Оттуда все, да? Это тупичок. Музыка такая, знаете, напряженная. Как будто бы... Надо быстрее двигаться. Тогда чел встанет или нет? Это мы где, кстати? Не называется никак. Опа, доки. Почерк о синтезе вакцины. О роли антигенов и усилителей в синтезе вакцины. Доктор Натаниэль Барт, старший научный сотрудник больницы Спенсер Мемориал. Чтобы создать наиболее эффективную вакцину, требуется как антиген, так и усилитель. Антиген отвечает за иммунный ответ, а усилитель повышает эффект такого ответа, ускоряя выработку антител. Смешав образцы этих двух ингредиентов, можно создать мощное сырье для вакцины. Наше оборудование позволяет с поразительной легкостью получить из этого сырья большие объемы вакцины. Более того, мои специальные образцы антигенов и усилителей максимизируют выработку антител, будучи в тысячу с лишним раз эффективнее обычных материалов. Возможно, так мы получим не просто вакцины, но и средства для полного уничтожения инфекции. Короче, синтезировать придется тут, вот в этой штуке. Для начала, синтеза вакцины, поместите материалы в камеру. Синтеза? Мне самой все делать? Ладно, попробую разобраться. Хорошо, мне нужен антиген. Это порох. Хорошо. О, патрончики. Ну, тут ничего нету, разумеется. В этой комнате нифига нету. Что это? Ключ разблокировки успешно сгенерирован. Что у нас тут? Ключ разблокировки удален. Флеш-накопитель. А что дает? Окей, посмотрим. Хм, отсюда никуда нельзя попасть. Тогда нам дальше по коридору? Ну, там тупик. Значит, нужно будет либо наверх, либо вниз. Вниз, значит. Вот сюда, например. Ключ сгенерирован. Удачно. Блокировка отменена. Ключ остался? А, нетушки. Нам придется вот так вот несколько... Воу! Быстрее, 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 быстрее. Кстати, этот дурацкий пистолет, он не может стрелять сходу. Вот. Целой очередью. Он почему-то по три такой выстреливает. Мы бы тебе что-то не так с ним сделал. Ну-ка, что мы можем? Изучить. А, стрижем стрельбы. Да, из трех патронов. Это максимум его, к сожалению. Только сейчас об этом узнал. Ребят, вы меня убивать? Не знаю. Антиген! Мне нравится, как так роботы рет. Оп, аккуратно прокручивает. Изящно так всегда. Образец культуры. Образец антигена. Точно нужен для вакцины. Опа. Как-то так. Порох. Ну, погодите. Объединить. Хо-хо-хо. Во. Документ. Запрос на выдачу оружия. Уважаемый доктор Эмерсон. Настоящим я официально прошу о выдаче всем сотрудникам, участвующим в приемке и ликвидации подобных экземпляров, того же оружия, что есть у отряда по биосинтезу. Эти экземпляры менее опасны, чем наши биопродукты, но, по моему мнению, оружие все равно желательно. Причина указана ниже. Недавно некоторые экземпляры, мутировав, приобрели высокоразвитые способности к регенерации. Наша команда называет эти экземпляры бледноголовыми. О, вот эта вот творилга, да? Мутация проявляется регулярно, но причина ее до сих пор не выяснена. Поразительная скорость к регенерации бледноголовых делает трудным нанесение смертельного удара с помощью стандартного оружия. В случае какого-либо ЧП на нашем предприятии, мы, к сожалению, не сможем эффективно защищаться. Поэтому я прошу предоставить всем сотрудникам. В отделе доставки и обработки более мощное оружие, способное уничтожать бледноголовых. Это позволит нам быстро ликвидировать угрозы и эвакуироваться в случае ЧП. С уважением и благодарностью, Габриэл Рид, менеджер по доставке и обработке. Окей. Да, я бы хотел такое оружие против бледноголовых-то. Слышите, музыка играет так, как будто бы... Как этот фильм назывался? Хэллоуин? Или Пятница 13-ая? Я вот что-то забыл, вот мне два эти фильма перемешались в башке. А мы не можем. Здесь закрыто. Дальше по коридору. Блин. Хорош! О, тут целых три, блин, бледноголовых. Регенерируй, гад! Они как будто из сайлент-хилла, вот эти вот чуваки. Гоу. Давайте вот здесь пробежимся. Вот это неприятное место. Потому что они... А, видели? Видели? Оно встало. Что это? Патрон для торговика. А, никуда. Оставим на потом. Да и это никуда не взять. Что же... Что же тут делается? Погодите. Объединить. Объединить. Молодец. Валим. Красная трава. Можно объединить? Нельзя. Ладно. Оставим здесь. Да что ж такое? Ну нет у меня места. Ну нету. О! Хорошо, эти ребята не могут двери таки открывать. Недостаточно энергии. Включите вспомогательную систему. Я так понимаю, это где-то вот здесь. Наверное, тут... Лег быстро. Никто там сзади не подходит. Мы этого не очень любим. Есть. Есть что? Есть что? Что тут? Мне бы набедренную, друзья. Столько ништячков пропустил. Что за гомункулов тут выращивают? А это что, чувак из заставки вид? Так вот откуда он взялся. А тут что? Зерчатка. Ну ладно, это... Господи, так это тут их делают? Забавно, с одной стороны, более... Это тираны. Это более человекоподобные, а эти вот уже прям монстры-монстры. О, мы с той стороны были. Так, ты встанешь? Блин, вы видели, какие у него глаза? Посмотрите. Я прям хотел сделать контрольный в голову, но жалко стало. Он больше похож на человека. Нам сюда. О, там ящичек стоит какой-то. О, там ящик. Ой-ой-ой-ой-ой. С дороги. А, нет, с ним эта штука. И еще и бледноли... Как там, бледноголовый, альбинос? Как там их назвали? Я не помню. Нет, нет. Лучше, лучше вот такой выстрел. Ему это больше понравится. Блин, как он регенерирует. Круто. А тебя мы... Мы помним, что мы под колено или пах стрелять. Оу. Почему не открывай? Быстрее, быстрее. Опа. О. Ну ничего, ну ничего. Бывает. Сдохни, пожалуйста. Как там у меня со здоровьем? Не очень. Воу. Офигеть, она еще и назад стреляет. Погодите, а что я? Релоуд, бич. Ну как, попку мы можем выстрелить? Мне кажется, попка ему вообще без разницы. Давай. Давай. Хорошо. О, наконец-то. Эта штука, получается, растворяется потом. А здесь что? Взрывчатка. Да нет. У меня есть два места. Стоп. А внизу тоже взрывчатка, да? А я потом отсюда куда пойду? В лабораторию. А, я потом обратно вернусь. Так что я сейчас посмотри, что у нас тут вот. Женщина здесь. Не вставайте, женщина. Все в порядке. Ух ты, еще одна штучка. Взрывчатка А. Давайте их совместим прямо сейчас. О, е. Так, а что я сюда припер? Что здесь? Документики почитать. Выражение озабоченности. Уважаемый доктор Франкль. Позвольте сердечно поздравить вас и ваших коллег в Umbrella Europe с совершением проекта Nemesis. Это без преувеличения настоящий прорыв в изучении биологического оружия. Внедрить паразита в мозг тирана, чтобы контролировать его извне, я восхищен этой революционной идеей. Тем не менее, как медик я обязан выразить несогласие с подобным отступлением от принципов Umbrella. Используя паразитов, вы создаете опасный прецедент. Вирусы поддаются контролю. По моему мнению, против любого вируса можно создать эффективную вакцину. Конечно, при щедром финансировании и наличии достаточного количества экземпляров. Но можете ли вы сказать то же самое о паразитах? Врачи тщетно пытались разобрать, разработать вакцину против малярии. Паразиты, подобные плазмодию, генетически гораздо сложнее, чем Т-вирус. Только безумие сможет надеяться их контролировать. Возможно, в вашей стране считается нормальным покупать автомобиль без тормозов. Но здесь, в Америке, люди умнее. Впрочем, вы с вашей ученой степенью по экономике уже наверняка разработали великолепную маркетинговую стратегию, чтобы переубедить всех несогласных. С нетерпением жду вашего доклада на конференции в Берлине в следующем месяце. Это, знаете, король пассивной агрессии. Мне же остается только искать медицинское решение этой проблемы, которую вы столь самоуверенно спихнули на нас. С уважением, доктор Натаниэль Барт. Значит, его зовут Немезис. А, вот, смотрите. Вот она. Сейчас мы вакцинку замукием. Пробирка с жидкостью. Образец усилителя. Их добавляют к антигенам для усиления реакции иммунной системы. Нам осталось только проделать весь этот путь снова. Они специально, да, еще вот сделали так визуально близко и физически так далеко. Я знаю, для чего это. Чтобы мы сейчас встретились с Немезисом. Или Немезисом. Я никогда не знал, как правильно делать ударение, честно. Немезис. По-английски звучит так. А по-русски... Тварь! Ух, майнготтен! Майнготтен! Все, я понял. Без взрывов не обойтись, да? Да вы еще... Стоп, стоп. Не зря нас запасали взрывчаточкой, да? Опа, двоих слил. Двоих разом слил. Это круто, это я молодец. Смотрите, лежит. Разлегся. Массаж ждешь, что ли? Так вот тебе. Правильно я бегу? Вот сюда. Все верно. Он что-то испугался отражения. Видели? Такое ощущение, как будто какая-то тварь побежала по лестнице. А это просто джил. Все, мы здесь. Найс. Вот использовать вот эту штуку. Обнаружен посторонний материал. Вот этот. Погодите, а что делать-то? Может быть, изучить надо было? Образец усилителя. Изучить. Антиген. То есть, погодите, до того, как я, Джилл, не изучил предметы, сам лично не посмотрел? Машина не может их смешать? Нет. Обыки надо их объединить сначала. Ладно. Не буду больше вопить на нее. Она все знает. Это я не знаю. Так. Настроить. Значит, слишком много. Значит, хвачем. Мид. Золотую середину нужно, да? Ну, все очень просто. Сексес. Идет синтез вакцины. Блин, как же роботы прикольно двигаются. Синтез завершен. Извлеките емкость с вакциной. Вот она какая. Сейчас Николай сзади такой. Нет. Сзади кое-что пострашнее. Язык Николая, да? Будет так неудобно резать. Надо еще и аккуратно, чтобы себе горло не прынуть. А что это было? Это был Немезис? Хорошо, что я упал не на пробирку с вакциной. Сбегите из комплекса. Шустренько, шустренько. Да, блин, язык повсюду. Точно, восповиняется. Бадыщ. Господи, столько взрывов уже, Джилл. Столько всего она пережила. Да боже ж мой, этот язык. Нет, это щупальца. Давай, давай, давай. Тянем. Тянем, я сказал. Вот что показывает этот значок? Клацать? Или просто жать? Просто если клацать, то я начинаю останавливаться. Уп, я успел? Да что ж, все взрывается. Оно же должно как Фредди Клюгер выглядеть. Мы зря думаем, что он умер. Видите, нас тут хотят сейчас запасти как следует. О, наконец-то сейвка. Прикиньте, мы все это время ходили без сейвки. И лучше запастись вот этим. У нас всего лишь одна аптечка. Это очень плохо. Очень плохо. Здесь вообще места нету. Ладно. Окей, ребят, мы сохранились. И на этом мы с вами закончим видос. Продолжим в следующий раз. Надеюсь, что вам понравилось. Если понравилось, то ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Вступайте в группу. Пока все вместе, ссылки будут в описании под видео. Мы скоро будем сражаться с Нюбезисом. И мы его наваляем, я вам обещаю. С вами был Юджин. И всем блять!